В 2009 году на российском рынке появился обновленный внедорожник Chevrolet Niva. Модернизация коснулась внешности, а также интерьера. Техническая часть осталась без изменений. Всего было внедрено более 60 различных решений. В целом, экстерьер вездехода не претерпел существенных изменений, лишь только опытный Нивовод заметит все отличия. Как видно по этому шильдику, фейслифтингом занималась итальянская кузовная отелье Bertone. Рестайлинговая Нива щеголяет новыми бамперами, решеткой радиатора, пластмассовыми накладками на арках, дверях и порогах, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками с более привлекательным дизайном. Новые пластиковые бамперы – это, конечно, хорошо, но не все подобные решения оптимальны с практической стороны. Например, не всякий буксировочный трос можно будет закрепить за эту проушину. Светотехника тоже изменилась. В новых передних фарах установлены отдельные линзы ближнего света. Герметичная конструкция противотуманок лучше защищает их от воды и грязи. Новую внешность обрели также задние фонари и боковые указатели поворотов. На тест нам досталась Нива в самой дорогой комплектации JLC. Такая машина стоит 487 тысяч рублей. Топовая Нива отличается от базовой версии окрашенными в цвет кузова деталями экстерьера, а также алюминиевыми багажными рейлингами. Главное преимущество дорогой комплектации – это, конечно же, кондиционер. У внедорожника появился ключ-брелок. В российском Chevrolet теперь есть штатная охранная сигнализация с иммобилайзером. Изменения в интерьере незначительные. Появился более удобный руль, очешник, новые плафоны освещения, подстаканники, съемная пепельница и ниши для мелочей. Передняя панель и рычаги трансмиссии украшены вставками под алюминий. Прикуриватель, кнопки обогрева сидений и блок управления электрозеркалами переехали в нижнюю часть центральной консоли. Последний штрих – современные утапливаемые подголовники на заднем диване. На вид салон собран вполне пристойно. Понравилась новая обивка сидений. Качество материалов, из которых изготовлен интерьер, не вызывает вопросов. В целом, для нашей марки салон собран неплохо. Детали нормально пригнаны друг к другу. Хотя есть свои недочеты. Например, между дверью и передней панелью щель толщиной в палец, а в комбинации приборов есть сверчок. При более внимательном изучении интерьера выявляются косяки. На деталях присутствует облой, гуляют рукоятки климатической установки и рычагов коробки передач. Во время езды что-то зудит в приборном щитке, а на боковых зеркалах появляется рябь. Все это портит впечатление от нового автомобиля. Мягкому водительскому креслу не хватает поясничного подпора и боковой поддержки. Туловище плохо зафиксировано, а форма верхней части спинки заставляет сутулиться. Зато обзорность по сторонам заслуживает похвалы. На заднем диване без особых удобств. Места для ног совсем немного. Впрочем, ширину здесь спокойно поместится три человека. За распашной дверью багажник со скромным объемом в 320 литров. Впрочем, если снять полку, то здесь поместится гораздо больше поклажи. Задний диван можно разложить, однако гладкой ровной погрузочной поверхности не получится. Динамические качества 80-сильной машины не впечатляют. На добавление газа двигатель реагирует вяло. Ходы рычага коробки передач большие и нечеткие. Чтобы разогнаться до сотни, требуется терпение и выдержка. Набор скорости сопровождается ревом мотора, воем трансмиссии, а также вибрациями по всему салону. С такими данными к обгону следует готовиться заранее. Тормоза требуют привыкания. Длинный ход педали заставляет приложить немало усилий при замедлении. АБС на машине отсутствует. Тем не менее, даже на высоких магистральных скоростях этот внедорожник можно вести безо всякого напряжения. Машина не рыскает по дороге, не требует дополнительных подруливаний и не боится серьезной колеи. А вот на виражах все преимущества полноприводного шасси перекрываются пугающими кренами. У машины хорошая плавность хода. Кажется, Ниве безразлично, по какому покрытию передвигаться, будь то дорога средней паршивости или асфальт после бомбежки. Пассажиры в салоне не будут жаловаться на досаждающую тряску. Для оценки внедорожных качеств мы отправились на песчаный карьер. Параметры геометрической проходимости заслуживают внимания. С самой нижней точки дорожный просвет составляет внушительные 22 см. По значениям углов въезда и съезда, а это 37 и 35 градусов соответственно, Chevy Niva даст фору многим настоящим внедорожникам. Небольшая колесная база, короткие свесы плюс приличные хода подвески позволяют автомобилю забираться на крутые горки, преодолевать бугры различной крутизны, ямы или траншеи. Однако не стоит терять головы. Нужно соизмерять препятствия с возможностями машины. При быстрой езде по бездорожью избегайте прыжков, иначе не ровен час приземлитесь на слабую защиту картера. В глубокой колее Niva чувствует себя как рыба в воде. Серьезные песчаные преграды лучше преодолевать сходу. На вязком грунте остается надеяться на понижающую передачу и принудительную блокировку межоселового дифференциала. Одно из преимуществ Niva – небольшая для внедорожника масса, что также положительно сказывается на проходимости. А если автомобиль и застрянет, то есть шанс выбраться из плена благодаря незначительной посторонней помощи. Несмотря на все недостатки, Chevy Niva заслуживает уважения. Это простой, выносливый и честный автомобиль. В России не хватает хороших дорог, а рынок не балует покупателей относительно доступными внедорожниками. Сегодня Niva является хитом продаж среди автомобилей повышенной проходимости. Так что у российского вездехода с эмблемой Chevrolet еще надолго хватит работы.